Редактор субтитров А.Семкин Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях сотрудник информационного отдела Санкт-Петербургской епархии и клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга, того, что находится у Московского вокзала, Ирей Алексий Волчков. Здравствуйте, батюшка! Благословите нас на начало, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Бог вас благословит, Свою благодать, у человека любим всегда, на ней и пресни, во веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема «Литургия в жизни семьи». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, семейная тема – это вообще, наверное, одна из самых важных тем в жизни Церкви. И литургия – это вторая важная тема, или, наверное, равнозначная тема. Как их сочетать? Дорогие братья и сестры, дорогой батюшка Михаил, еще раз добрый вечер. Действительная тема, которая сегодня заявлена, является очень актуальной и очень уместной для того, чтобы об этом размышлять, чтобы об этом думать и правильно выстраивать отношения между тем, что касается у нас, в нас семейной жизни, и тем, что касается нашего отношения к литургии, к нашему церковному евхаристическому общению. И для первого какого-то впечатления возникает ошибочная реакция, ошибочное мнение, что это есть нечто разноплановое. Дескать, литургия, церковь – это нечто возвышенное, духовное, настоящее, божественное, благодатное. А вот то, что касается семьи, это, конечно же, какой-то быт, забота о финансах, это есть какая-то суета неизбежная, это есть нечто профанное, мирское, то, чему место где-нибудь не в церкви. Вот приходим в церковь и оказываемся с Богом один на один, независимо от того, чьими мы являемся мужьями, женами, папами, бабушками, сыновьями, дочерями и так далее. Но, дорогие друзья, открывая книгу Священного Писания, открывая Библию, мы понимаем, что на самом деле Бог всегда имеет отношение и разговаривает с людьми, находящимися в том или ином семейном положении. Есть прекрасные истории патриархов библейских, есть изумительные истории Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, и везде у них есть спутница или спутница, есть всегда какая-то семейная жизнь, есть какая-то семейная либо счастье, либо драма, либо конфликт, то есть всегда какая-то есть семейная ситуация, где и присутствует, наличествует жизнь религиозная. То есть я бы говорил о том, что эти две реалии, они соположны, они являются чем-то взаимопроникающим, взаимосвязанным. Возможно, это вообще одно и то же, потому что что есть церковь собрания верующих, что есть семья православная собрания верующих, что есть литургия Евхаристия, это есть благодарение Богу, подношение Ему наших даров. Но ведь то же самое бывает и в наших семьях. Мы тоже Бога благодарим, тоже Богу приносим что-то в наших семьях. Поэтому, конечно же, именно вот в этом ракурсе, вот в этом совмещении чего-то вроде бы разноположного и возникают правильные мысли, возникает правильное действие Божьей благодати, преображающее нашу личную, семейную, бытовую, финансовую, психологическую жизнь. Поэтому я очень сильно одобряю эту выбранную тему. Я думаю, что сегодня у нас будет и с вами, и с зрителями очень плодотворный разговор. — Отец Алексей, ну если начать с смысла литургии, часто Евхаристия, Причащение позиционируются как индивидуальное освящение. Но такая на самом деле более правильная позиция — это все-таки объединение всех верующих. Вот насколько это объединение действует в семье? — Да, конечно же, это лишь в наше время, скажем так, в веке текущем и прошлом, 20-м, и, может быть, 19-м, но не более в ранней эпохе, появилась такая мысль, что Евхаристия — это дело индивидуальное. Я сам говею, сам пощусь, сам готовлюсь, сам бываю достоин, сам причащаюсь. Да, вот я сам, сам, и мы все рассуждаем именно в этом ключе. Готов ли я лично, могу ли я лично причащаться? Однако более древние эпохи церковной истории и, возможно, в чем-то более здоровой и более правильной, имели другое представление о Евхаристии, о литургии, о том, что происходит в церковных общинах еженедельно. Еженедельно и чаще литургия имеется в виду. Это понималось как нечто общинное, публичное. Если я являюсь христианином, я являюсь православным христианином, я не являюсь отлученным грешником, я не являюсь кающимся, то я не могу не причащаться. Причащение, участие в таинстве хлеба и вина является выражением, проявлением, какой-то галочкой, констатацией того, что я просто являюсь христианином. Христианином, плохим или хорошим, удачливым или каким-то не совсем успешным, славным или бесславным, но я являюсь христианином и поэтому я причащаюсь. И, конечно же, очень прекрасно и очень правильно, когда община имеет такую практику в своей церковной жизни, когда много прихожан, когда почти все прихожане участвуют в том, что причащаются святого тела и крови нашего Господа Иисуса Христа. И, конечно же, изумительное наслаждение, настоящее счастье, настоящая благодать, когда одна семья, родители, дети, возможно, бабушки, дедушки и так далее, тоже приходят к одной чаше, тоже испытывают одни и те же переживания, тоже думают, молятся, просят об одном и получают одно, что получают Божье прощение, Божью любовь, Божья благодать, которая очень нужна в жизни каждого человека, и верующего, и тем более неверующего, потому что семейная жизнь есть, на самом деле, есть состязание или борьба разных необычностей людских, разных эгоизмов, по большому счету. И чтобы эти эгоизмы как-то могли понимать друг друга, да, снисходить друг к другу, быть великодушными, нам нужна Божья благодать, которая нас делает более спокойными и покладистыми, и умеющими прощать и принимать. И а что такое Божья благодать? Не просто, когда мы читаем Писание, когда просто молимся у себя дома, там, или на даче, или в деревне, вот, а когда мы приходим в церковь, и там нас ждет чудо, чудо Евхаристии. Вот, именно это есть фактура, какие-то базовые элементы церковной жизни христианина. Потом уже начинаются, там, какие-то чтения святых отцов, духовные опыты, паломничество. Но если нет этой фактуры, этого понимания каких-то базовых аксиом, основ, то все остальное может нам идти во вред, а не в пользу. Вот, когда мы читаем книги Ветхого Завета, книгу Бытия, книгу Исход, Второзаконие, мы там видим очень такие хорошие, правильные картины. Там часто возникает момент семьи. Например, когда описывается ситуация Пасхи. Пасхи Ветхозаветны, но Пасхи все равно. И там такие возникают диалоги. Спросит тебя твой сын, что празднуем мы? И ты, отец, отвечай ему, мы празднуем то-то и то-то и то-то. Я вот думаю, что вот в наших семьях православных, христианских, этих вот таких вот полуритуальных разговоров, их, может быть, даже не хватает. Как-то, может быть, даже стоит их вводить в нашу жизнь, когда отец делится своим сыном, со своей дочерью, со своей семьей тем, что является предметом его упования и надежды, смыслом его жизни. Вот. А тем не менее, часто, и мы являемся очевидцами этого явления, многие и книжки, и проповедники, и священники, они желают как будто бы развести две эти вещи. Да, вот семья — это одно, нечто менее такое возвышенное, а вот церковь — нечто более возвышенное. Хотя это является, мне кажется, разведение довольно искусственным. Да, даже, допустим, там, когда является служащим священником на приходе монах, лицо монашествующее, еромонах, архимандрит, все равно возникает та же самая какая-то полусемейная модель, потому что он является отцом этой общины. И тут семья оказывается пропитывающей вот все наши приходские общинные дела и нашу общинную жизнь. Спасибо, Господи, Батюшка. Но, к сожалению, у нас в стране такая ситуация, когда большинство семей являются не полностью христианскими, не полностью православными. То есть, ну, чаще всего женщина ходит в храм, причащается и приходит, возвращается к себе домой и не встречает полного понимания. Насколько здесь литургия действенна? Литургия является участием Бога в нашей жизни, участием, которое дает нам людям слабым, ограниченным нечто, что не является вполне нашим. Вполне нашим является то, что мы являемся людьми слабыми, извините, обижающимися, ссорящимися и так далее. Это есть наше, мы к этому очень сильно способны и расположены. А что же не наше? А вот и наше — это то, когда женщина, которая была в храме, причастилась, получила Божью благодать, приходит домой и является собой пример идеальной жены, идеальной женщины, идеальной матери, которой не к чему, понимаете, придраться. Вот она вот получила вдохновение от Бога, получила благодать Божью, получила помощь от Бога, совет от Бога, и она приходит домой, и она во всеоружии. Не во всеоружии какого-то, понимаете, осуждения, обличения, неприятия, осуждения, а во всеоружии прощения и милости. Я думаю, даже какой-то самый настроенный антицерковный муж или сын или отец, он такую христианку едва ли будет преследовать, унижать и так далее. Хотя, конечно же, жизнь бывает разнообразная, и даже какие-то люди идеальные, воистину праведные, испытывают гонения. В этом отношении, в этой ситуации литургия, посещение ее прихожанкой, как в вашем случае, является источником силы, чтобы перетерпеть, чтобы пережить этот момент, я думаю, что он все равно, каким бы ни было большим противостояние неверующего мужа и верующей жены, это есть какой-то этап их взаимоотношений. Если правильно жена или верующая сторона будет участвовать в этом этапе, это все окончится, окончится неизбежной какой-то славой Бога в этой семье, примирением, воссоединением и обращением одной из сторон. Хотя, обозначенная вами, Митис Михаил, тема, верующий один из супругов и неверующий другой из супругов, тут бывают разные комбинации, муж, верующая жена и наоборот. На самом деле, это является, как вы сказали, тоже, опять же, очень хорошо, очень ситуацией типичной. Как правило, так и бывает. Редко, когда и муж, и жена являются одинаково посвященными церковной жизнью, участвующими в жизни общины, верующими христианами. Как правило, все бывает не совсем так, какие-то бывают различия в их вере. И эта ситуация, она описывается уже апостолом Павлом. Вывод. Ситуация-то не уникальная. И вы, дорогие друзья, находящиеся в этой ситуации, не являетесь чем-то совсем уж таким вот уникальным, неповторимым. Так живут многие люди, многие испытывают такие же проблемы. И пускай кого-то из вас, возможно, эта мысль отчасти утешит. Так вот, пишет апостол Павел о чем? Удивительные вещи для каждого, особенно претестанта, который учит о личных отношениях Бога и человека. Лишь личные отношения могут быть. Павел пишет о том, что неверующая жена освящается верующим мужем. Или неверующий муж освящается верующей женой. Как это освящается? Переводим на русский язык. Делается святым, делается праведным. Самый неправедный, несвятой, неверующий. Но за свою жену, за своего мужа, Бог воспринимает вот этого неверующего супруга, как будто бы верующего. Если для Бога он верующий, то Бог неизбежно изливает на него свою милость, благодать, прощение и, скажу даже больше, спасение. Вот именно это есть очень важная православная мысль. Бог спасает тех, кто спастись не желает, во имя тех, кто спастись желает. Праведник, он может попросить Бога, чтобы Бог спас неправедников. И это мысль и православная, и мысль библейская. Вспомним диалог Авраама и ангелов, судьбу несчастного города Содома и Гамора и так далее. Поэтому эта ситуация является по-своему благодатной. Потому что там, где есть такая разница потенциалов, что называется, там есть возможность для Бога действовать по-особенному, для Бога как-то проявлять свою любовь по-особенному. Поэтому те, кто имеют своего супруга неверующим и очень переживают из-за этого, а бывают еще хуже, мечтают о том, что вот, дескать, я с ним разведусь, и будет у меня идеальный, самый лучший, достойный меня прекрасного и славного верующий муж или верующая жена. Это для меня лично является настоящим искушением и прелестью. Так думать нельзя, непозволительно, потому что для церковного законодательства по церковному учению браки невенчанные, браки верующего и неверующего все равно являются браками. Их нужно беречь, их нужно исцелять, их нужно спасать, эти браки, а не думать, а не мечтать о разводе. Хотя, конечно же, оговорюсь, как лицо, имеющее дело с разными ситуациями, ситуации бывают разные. Там, где есть, конечно же, не просто какие-то славесные нападки на веру на человека, а когда есть физическое насилие в семье, это вещь нетерпимая. Для таких ситуаций есть церковные законы о том, что можно на время, может быть, разойтись, разъехаться, чтобы подумал, биться в семье, что он вообще делает. И, наконец, если есть угроза жизни, здоровью супруги и ребенку, и детям, то развод вполне себе уместен. Но, конечно же, это есть всегда форс-мажор, это есть всегда нечто совсем уж такое, понимаете, запасное, да, такое изряда вон выходящее. Форс-мажор. Хорошо бы, чтобы в вашей жизни, дорогие братья и сестры, этого не было. Поэтому берегите после обращения сразу же, с первого мгновения, с первой секунды, свои неидеальные, свои какие-то по-своему ущербные браки. В конце концов, вы создали отчасти этот неидеальный ущербный брак. И теперь вам Бог дает возможность и силу, и благословение быть участником исцеления, облагораживания, спасения вашего неидеального брака. Вот я призываю всех православных мужей и православных жен думать так и поступать так. Потому что, как правило, ну, часто, по крайней мере, бывает другая картина. Человек обращается в христианство и оказывается не каким-то, понимаете, прекрасным, уютным, милым, дарящим благодать и прощение человеком. Он делается малотерпимым, малоприятным человеком, с которым тяжело вообще быть рядом. А почему так? Ведь Евангелие — это есть сила, которая спасает и примеряет. Где же Евангелие, где же Божья благодать в жизни этого человека, христианина, и в жизни этой семьи? Видать, что-то было понято неправильно. При обращении, видимо, была плохая катехизация или не было катехизации, и плохие книги читал этот человек. То есть тут есть над чем думать, над чем работать. И священнику таких вот пар, таких вот ситуаций, семей, и самим верующим людям, которые участвуют в этих браках. — Спасибо, Господи, батюшка. Отец Алисик, позвольте, мы примем звонок первый сегодня. — Конечно. — Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните. — Добрый вечер. Я звоню из Санкт-Петербурга. Меня зовут Людмила. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. — Я имею мужа верующего, и сама я верующая. Мы ходим в храм, причащаемся, исповедуемся. И я рада очень этому. Мы в венчанном браке. Правда, мы венчались поздно. Но меня волнует другой вопрос. Когда я прихожу исповедоваться, у меня почему-то одни и те же грехи постоянно. Постоянно одни и те же грехи. Я спрашивала об этом батюшке. Он сказал, вы настолько испорчены, он сказал мне. Ну, в общем, это первый раз мне было сказано. Вот буквально неделю назад. Вот я расстроилась. Он зло мне об этом сказал. То есть, говорит, надо как-то с этим бороться, так нельзя. Вот. Хотя обычно он просто разорвал мою записку и допускал причастие. Ну, вот такой вопрос, как избавиться. Ну, как бы вот есть четверостишья. Я каюсь, надеюсь, что каюсь. Вероятно, я не так каюсь. Спасибо, Господи, за вопрос. Да. Очень хороший вопрос. Ситуация тоже такая типичная и по-своему является актуальной ситуацией для каждого верующего человека. Но, во-первых, не зная ему самого главного, какие же грехи нашу Людмила называет батюшки снова и снова. Если это грехи какие-то, не знаю, тяжелые, Людмила кого-то постоянно подставляет или предает, или ворует деньги, или кого-то убивает. Ну, конечно, я шучу сейчас. То, разумеется, реакция священника была оправданная. От этих вещей давно уже нужно было отказаться. Мы можем никого не подставлять, мы можем никого не предавать, мы можем не воровать, мы можем не убивать. Наконец, мы многие вещи можем не делать. Обычно при обращении христианства, при таком покаянии, первым, самым важном, мы эти вещи и решаем для себя. Мы обещаем Богу, что я больше не буду прелюбодействовать, больше не буду убивать, больше не буду человеком войны, человеком вражды и неприятия. И многое из этого мы можем в дальнейшем исполнить. Однако есть грехи, которые являются, скажем так, фактурой нашей жизни. Наверное, мы не можем не завидовать, наверное, мы не можем не обижаться, наверное, мы не можем не сравнивать себя с окружающими, искать плюсы и минусы, оценивать. И тем самым неизбежно кого-то осуждать. Наверное, мы не можем не злословить, наверное, язык сильнее каждого из нас. И так далее. И вот эти вещи мы делаем вольно или невольно, постоянно это является какой-то рутиной нашей духовной жизни. Как поступать нам с этими нашими грехами? И тут я бы сказал вам такую вещь, что для каждого из вас покаяние является каким-то элементом вашей духовной гигиены. Как мы принимаем душ или моем себе нашу шевелюру и так далее. Регулярно мы люди воспитанные, культурные, образованные, петербуржцы и так далее. То же самое касается и духовной жизни. Мы регулярно приходим к Богу и при священнике. Мы говорим с Богом о том, что у нас есть опять все то же самое. Прости, Господи, я опять делаю все то же самое. Завидую, осуждаю, ругаюсь с мужем, с женой, с детьми и так далее. И что? И Бог от нас слышит и принимает наше покаяние. Он понимает, что мы такие. И Он первый знает, какие мы слабые и немощные. И Бог прощает. Если мы каем себя искренне, то Бог прощает каждого из нас. Но, конечно, тут тоже должны быть усилия каждого человека. Не просто я грешник и все, я слабый и все. Ну, конечно же, нет. Каждый день, каждый час какое-то маленькое испытание, какой-то маленький турнир. А смогу ли я не разъяриться на кого-то? Могу ли я удержаться и не съязвить? А могу ли я сделать что-то сначала, не подумав плохое, но грубить кому-то? Или как-то обидеть, потом извиниться? Вот это вот и есть элементы, есть самая настоящая такая хорошая рутина духовной жизни. Сделал плохое – оцени себя, познай, что это плохо. Но потом не унывай, не себя не поедай, не уничтожай, пойди и извинись. Да, и в следующий раз, ну, думай головой, ну, как-то поступай умнее. Поэтому я вам сказал бы так, что, не зная ваших грехов, которые вы, батюшки, открыли, вот, открываете ее и постоянно, я бы сказал, что от грехов больших нам давно уже нужно было отказаться, вам нужно было отказаться, а грехи маленькие мы не можем не озвучивать, не можем в них не каяться, что не отменяет необходимости духовного усилия в их ежедневном, ежесекундном преодолении. Спасибо, Господи, батюшка. Отец Алексей, также у нас в православных, по крайней мере, номинально православных семьях иногда возникает такая курьезная ситуация, когда причащаются только дети. Когда каждое воскресенье кто-то из родителей обязательно приводит или приносит ребенка и причащает. И, то есть, казалось бы, литургия неким образом присутствует в жизни семьи, но как-то неполноценно. Вы знаете, это уже хорошо, это прекрасно. Детям в храме хорошо, детям в храме интересно, им нравится. Они скучают в наших, понимаете, панелях, в наших микрорайонах, не знаю, там Купчино и другие районы нашего города, Рыбацкое, Пороховые и так далее. Там, к сожалению, в новостройке там ни на чем глаз, чтобы он отдохнул, положить его. До храма ребенка поэтому неизбежно радует. Это скопление людей, люди нарядные, есть и взрослые, есть и маленькие, есть какое-то действие, есть песнопение, поет хор профессионалов. Где еще ребенку это можно услышать? Ну где еще? Пока его в школу, в школе не отведут, там, в консерваторию, в капеллу, он его этого и не услышит. А в храме он это постоянно слышит. Живое пение большого числа посвященных своему делу профессиональных певцов, исполнителей. Вот. И поэтому, даже если люди, взрослые родители, сами не причащаются, а просто ребенка приводят снова и снова, заводят в храм, даже когда прогуливаются рядышком, догуляют, это уже является очень правильным и очень хорошим делом. Но, конечно же, нам надо стремиться к лучшему, да, и ситуации, картины лучшей было бы, если бы родители причащались бы вместе с детьми. Потому что бывает такая ситуация, приносит ребенка к чаше, а он боится, он плакать начинает, начинает какая-то истерика. А почему? А потому что он делает то, чего не делает мама, чего не делает папа. Раз папа и мама такие люди умные и знают, где есть опасность, да, дурного делать не будут, они не причащаются. Почему же я должен это делать? И возникает у ребенка какая-то паника, это бывает нередко. Да, замечу, что в этих ситуациях никого насильно причащать недопустимо, нельзя. Да, нельзя против воли даже маленького ребенка, да, двух-трех лет причащать кого бы то ни было. Недопустимо, чтобы не было какого-то послевкусия, травмы или какого-то дурного представления о церкви, как месте, где его подвергают насилию физическому. Вот. Поэтому ситуация идеальной является, когда родители причащаются, и ребенок причащается, и дети причащаются. Тут, конечно же, очень важна позиция священников этого прихода, да, вот дух этой общины. Потому что, признаемся, хоть мы тут с вами и осуждаем людей, которые являются прихожанами, лайками, но на самом деле зависит все во многом от настоятеля, от священников. А может быть принято в этом приходе причащаться раз в месяц или раз в год на Пасху. Всякие бывают традиции. Вот. Поэтому тут надо подстраиваться под эту традицию, это представление о должном или недолжном. Вот. Но в Петербурге храмов много, храмы вообще, храмов очень много. Есть очень хорошие приходы, живые, такие деятельные, где царит просвещение, и царит дух изучения и Писания, и поклонения в духе истине Богу и Господу нашему, Иисусу Христу. Поэтому можно выбирать, можно испытывать хорошего, держаться. Вот. Потому что, конечно же, в идеале причастие должно быть вещью, повторяющейся регулярно, раз в неделю и чаще. И, разумеется, хорошо было бы, чтобы и родители, и дети одинаково в этом участвовали. Есть время еще у нас? Да, конечно. Потому что, друзья, вспомним, как появилась Евхаристия, и чем она была в первые десятилетия, даже, может быть, столетия, первая история церкви. Это было застолье. Застолье вечеря, тайное вечеря – это вечеря, это застолье. Вечерять – это иметь общую трапезу. И вот была общая трапеза, что у Иисуса и его учеников, что у общины, которые описываются апостолом Павлом или в книге «Деяний апостолов», вот там были застолья. Приходили, поначалу это было нечто такое сугубо, вроде бы, светское, профанное, ели, ужинали, короче. Когда уже собирались все, тогда уже начиналось самое важное. Благоставлялось вино с хлеб, и вот от всего этого пили и ели. И было бы странно, если бы одни бы пили и ели, а другие не пили бы и не ели. Или сказали бы им, первая часть, уходите, вы этого недостойны. А так и было в Каринфе, у апостола Павла. Но он вызывает все это у Павла очень большую грусть и недоумение. Ну почему вы так поступаете? Ведь ифористия – то, что объединяет, соединяет. А почему у вас разделение, распри и разные там застолья? Поэтому приходит в церковь семья, приходит в церковь семья, и семья же участвует в таинстве хлеба и таинстве крови. Спасибо, господинец Алексей. Вот хотелось еще о чем у вас спросить. Семьи часто объединяются вокруг каких-то мероприятий. То есть семья собирается, идет в театр или идет в цирк, или идет на какое-то другое мероприятие. Но почему-то посещение храма и литургии не входит, как мне кажется, в ряд таких вот значительных для семьи мероприятий. Как исправить это положение? В мире более древнем, нежели тот, где мы сейчас с вами живем, даже в XIX веке, даже в селах XIX века, и тем более и села, и города более древнего времени, там была немножко другая ситуация с культурными развлечениями, с досугом. Не было театров, не было концертных залов, вот, не было супермаркетов, не было Икеи, да, со всеми этими элементами, сопровождающими супермаркеты. Там и карусели, там и кафе, там и какие-то концертные площадки. Не было ничего. А была лишь община, был приход. И в рамках прихода все самое важное совершалось. Крестили, хоронили, венчали, какие-то процессы были там, такие общинные, голосовали, выбирали и так далее. И поэтому неизбежно община являлась центром притяжения, куда ходили все. И, а поскольку жизнь была в целом довольно однообразная и унылая, то какое-то, условно говоря, хорошее развлечение, оно было уместно и искомо в всех условиях. Храмы посещали, отчасти именно из-за этого. В наше время у храмов появились конкуренты. Во-первых, конкурент самый первый и самый мощный – это утренняя, сладкая, мягкая, воскресная подушка. Потому что семьи считают уместным и правильным. И никого я не осуждаю, что это время, время утра, воскресного – это время для сна, для того, чтобы спать. Поэтому в наше время просто проснуться утром, в твой выходной день и пойти куда-то, и спать не до одиннадцати, а до восьми, до полвосьмого – это уже на самом деле подвиг, это уже исповедничество, это уже есть важное дело. Поэтому поступающие так уже молодцы, уже они хорошее дело творят и показывают свою веру не только словами, но и делами. Что касается того, что не все ходят, поэтому тяжело проснуться, легче пойти вечером в ресторан, или в кафе, или вечером пойти в театр. Хотя, признаемся, если с Михаилом, неходящие в храм ходят редко и в музеи, ходят редко и в театры, ходят редко на какие-то действительно важные культурные мероприятия, потому что все самое важное и ценное требует усилия. Понимаете, вот опера, итальянский язык, три часа длится. Надо вообще-то быть человеком таким и убежденным, и подкованным, и мотивированным, чтобы пойти, сидеть, понимать и наслаждаться, понимать все величие этого действия. То же самое касается богослужения. Это есть твердый орешек, это есть не какая-то манная каша, это есть пища для взрослых, для зрелых сердец, сознаний, умов и так далее. А куда люди ходят наши в основном, петербуржцы? В массе. Не в музеи, и не в театры, и не в церкви. Они ходят в магазины. И вот это уже является тоже таким культовым действом, безусловно, культовое действие по несознательному поклонению Бога мира сего, Бога торговли, стяжательства, комфорта, эгоизма, потребления. И вот главный вызов для Бога истинного, Бога Израилева, Бога Авраама, Исаака и Якова в наше время, это не есть какой-то Бог других религий. Это есть Бог мира сего, Бог комфорта и потребления. Это главный вызов, главная угроза каждой и общине, и каждому христианину. Спасибо, Господи, Отец Алексей. Батюшка, в первых веках, Вы уже об этом говорили, литургия, Евхаристия сопровождалась Агапой. То есть некой вечерей, пиром после причастия. А сейчас часто люди расходятся по домам после причастия, сразу же никакого общинного пира не происходит. Но пир дома, вот насколько он важен и насколько важна совместная трапеза? Во-первых, пир нужен и в храме устраивать. Можно, и нужно, и желательно. Вот, допустим, пример храма, где я являюсь священником, это Федоровский собор города Санкт-Петербург. У нас есть маленькое, но пиршество, маленькая Агапа после литургии воскресной. И, конечно же, для семьи это является очень таким благостным мероприятием и благостным событием. Потому что у детей есть новые друзья. Они там бегают, разговаривают, рисуют новые знакомые. Это тоже очень важная вещь. Дети, которые сейчас закрыты в стенах квартир, которые не гуляют толком на улице, друзей не имеют, болеют, не ходят в садик. Для них вот выход в церковь, к таким же, как они, маленьким, икишкам, мальчикам, девочкам, является уже событием. Уже тем, что их развивает, их созидает, как будущих взрослых людей. У женщин свое общение, свой круг. Там о чем-то своем разговаривают. Мужчины, прихожане, взрослые люди тоже имеют о чем поговорить. И вот люди пьют чай, печенье едят, какие-то сухарики, сушки и так далее. И происходит нечто очень важное в ходе всего этого. Мы понимаем, что мы являемся не просто людьми, соброчищающимися, и все, разбегающимися по домам, но мы являемся теми, кто является общиной как таковой. Мы еще и просто община. Мы группа людей, которые находятся друг с другом рядом, и нам не все равно, что происходит с нашим братом или сестрой. Мы можем вступиться, мы можем защитить кого-то. Мы являемся важной силой, надеюсь, силой благой, такой, понимаете, миролюбивой, облагораживающей, исцеляющей окружающий мир. Но мы являемся всякой силой в окружающем социальном пространстве. Что касается домашних застольей, домашних пиршеств, это тоже вполне очень уместно и правильно. Хотя, конечно же, в наше время в Петербурге, в мегаполисах у всех разные рабочие дни. Но заканчивает мама в одно время рабочие дни, приходят домой, дети тоже там свой имеют режим. Папа, как правило, как сейчас мы с вами работают допоздна, понимаете, приедем домой уже полдесятого или в десять. И у всех свой ритм, свой график, свой режим, у всех разные вечери, у всех разные ужины получаются. Это есть некая данность, да. Но все равно было бы здорово, чтобы родители и папа в основном имели своей целью, хоть иногда, хоть раз в неделю, хоть два раза в неделю, какие-то устраивать, ну, то есть не то, что устраивать, приходить пораньше домой и участвовать в общем каком-то потреблении пищи, да, в ужине, в застолье, в вечере, где есть место не телевизору и не айпеду, у каждого в руках, или айфону, где есть место для разговора, для общения, для шуток каких-то, для дележа, понимаете, мыслями, какими-то впечатлениями и так далее. Вот. И, разумеется, дети, взирая на досуг взрослых, которые могут просто разговаривать и радоваться общению, много чему могут научиться. И в этом ключе, конечно же, возникает еще одна очень важная тема. Христиане как соль земли. А что такое соль земли? Это образ из Евангелия, кто не знает. Соль — это есть консервант, это был главнейший консервант в древнем мире. Вот не было консервов, не было банок консервов, не было холодильников. Поэтому соль сохраняла то, что могло испортиться. Мясо, какие-то, понимаете, овощи и так далее. Консервировала, не давала разложиться. А то же самое в наше время. Куча вещей потеряно, куча вещей забыто окружающим миром. И лишь в христианских семьях хорошо бы, чтобы это было так. Эти вещи, потерянные, забытые миром, они все еще живут, и хотелось бы, чтобы они процветали. Совместные застолья, уважение мужчины к женщине, почтение женщины по отошли к своему мужу, забота старших о младших, забота младших о старших и так далее. Вот это все вещи, которые диктуют нам, диктуют нам закон Божий, церковная жизнь, диктуют нам тексты богослужений и само Писание, разумеется. И хорошо бы, чтобы христиане были бы примером, были бы иконой этих отношений для всего окружающего мира. Вот мы, допустим, рассуждаем часто о миссии. Миссия, там, давайте выйдем, там, вот пойдем, там, каким-то шествием, там, концерт устроим. Это все хорошо, я не против этого. Но главное миссия не в этом. Когда к нам приходят наши неверующие друзья, родственники, соседи, и видят какие-то необычные отношения. Вот почему вот у нас так, а у них, у христиан, по-другому. Да нет грубости, нет насилия, нет пьянства, нет какого-то взаимного неуважения, не оскорбления. А почему у них этого нет? Вроде бы они особенно какие-то образованные, не иностранцы. А почему? А вот потому что. Потому что есть Бог в жизни этой семьи. И это и является самой настоящей миссией. Молчливой, неговорливой, никого не провоцирующей ни на что. Но это и есть самодейственная, самая правильная миссия. А еще хорошая миссия, тоже об этом ученые, историки христианства, отмечают, что было еще важным инструментом миссии первых христиан. Знаете, что это с Михаилом? Они хорошо, понимаете, имели большие семьи, не выкидывали детей за порог, не было брошенных детей, не было или было мало разводов, не было абортов. И поэтому дети, рождающиеся в верующих семьях, они неизбежно были, получается, уже и обращенными фактом членства в этих семьях, христианства и так далее. Да, поколение за поколением. И поэтому, вбреки всем гонениям, всем каким-то препятствиям, которые полагало окружающее общество для христианства, христиане потом восторжествовали. Семьи христианские были образцами крепости, верности, какого-то товарчества. И это со временем, именно этот фактор покорил Римскую империю. Вот это да. Спасибо, Господи Батюшка. Отец Алексей, в богословской среде есть такое понятие, как литургия после литургии. То есть определенное служение, которое продолжается после. Скажите, какие виды служения могут объединить семью вот именно в таком ключе? Забота о бабушке, забота о дедушке, внимание к старикам, забота об окружающем пространстве. Какие пространства это? Квартира как таковая, общее жилье, подъезд, микророжайон, город, посещение разных мест, культурных мест, природных каких-то объектов или паломничества. Это и есть литургия после литургии. Это все вещи нужные. Да, без этого, без таких вот именно актов единичных нам тяжело быть собранными и мотивированными. Но на самом деле наша жизнь вся как таковая. Вот просыпаемся, и начинается литургия. Вот мы идем на работу, литургия. Мы работаем, литургия. Мы на работе обедаем, литургия. Проводим священие, литургия. Наша жизнь целиком является литургией на самом деле. В таком, конечно, не узком, таком более широком, но при этом более фундаментальном характере. Потому что в чем беда современного христианства? Мы делим мир. У нас как будто бы два мира. Мы живем параллельно в двух мирах. Есть нечто духовное. Да, вот это вот я в церкви, я разговариваю с батюшкой, я слушаю церковные песнопения, я читаю книгу про Бога, про святых отцов, про старцев. Это есть настоящая, возвышенная духовная жизнь. А что все остальное? Дети, дом, финансовая сторона, отношения с другими людьми, это есть нечто профанное, светское, второстепенное. Мы это не замечаем. Второе, не ценим, не заботимся и со временем теряем. Все разваливается. Вот мы живем нашим каким-то иллюзорным, выдуманным духовным миром. На самом деле, почитаем Писание, нет такого разделения. Есть просто одна, вот такая, понимаете, проникающая всю нашу жизнь, проникающая вовсюда, какая-то сила от Бога исходящая, касающаяся нас, чем бы мы ни занимались. И молимся ли мы духовной жизни, работаем ли мы на работе, духовной жизни, пропускаем кого-то на пешеходном переходе, духовной жизни. Не нарушаем правила дорожного движения, тоже духовная жизнь. Глаза свои по сторонам не распускаем, пока на работе, там работаем или домой идем. Это есть духовная жизнь. Это все есть, мы живем, чем бы мы ни занимались, это есть наша духовная жизнь, где мы должны быть людьми собранными, такими трезвыми, исполняющими изо всех наших сил, ограниченных, впрочем, заповеди и положения церковного учения, церковной этики, нравственности. Спасибо, Господи Батюшка. У нас снова звонок. Позвольте. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Здравствуйте, это звонят из Екатеринбурга. Зовут меня Тарасий. Хочу задать вопрос Батюшке. Какая ситуация? Семья православная, живем уже пять лет, венчались. И недавно, буквально, позавчера, узнал такое, что жена не знает самого главного о православии, за что умер Христос, за что его распяли. И на этом фоне мы, в общем, поругались. Поругались, я на жену накричал, что ничего она не знает, так и так, мол, ну, произошел скандал. как вот себя вести сейчас, на данный момент, как вообще, ну, не разговариваю. Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Ну, Тарасий, ну, из-за этого ругаться странно, на самом деле. Христос умер именно из-за этого, чтобы из-за его смерти никто ни с кем не ругался. Понимаете, он умер за то, чтобы люди были бы примирены друг с другом, чтобы люди понимали друг друга, чтобы люди друг друга не поедали и не уничтожали. А получается, что у вас из-за чего-то самого возвышенного, самого важного в церковной жизни и в Евангелии произошла такая странная и такая бессмысленная ссора. Я думаю, что за этим стоит что-то другое, наверное, может быть, какое-то неуважение, я могу это только предположить, неуважение к жене или к ее каким-то ментальным возможностям или к ее образованию. Но в этой ситуации точно не правы были вы, потому что, как вы сами сказали, что вы начали кричать, ругаться, осуждать и так далее. Вы должны были как-то сдержаться и рассказать, поделиться. Потому что то, что вы начали кричать, показывает ясно, что вы сами понимаете, возможно, лишь умом, за что он, Христос, за нас умер, а сердце ваше, возможно, этого еще пока не понимает. И, возможно, в этом ключе именно жена бы вас чему-то научила. Потому что, конечно же, женщины по-другому, чем мужчины, принимают и христианство, и окружающий мир так же. Для мужчин, такого же, как Тараси Склада, главное понимать. Да, понимание, теория, какая-то логика, наукообразность есть нечто самое важное и основополагающее. А у женщин, Тараси, по-другому. А у женщин эмоция самая важная, сердечность самая важная. И что лучше, разум или сердечность? Понимаете, взятое все отдельно, все плохо. Надо, чтобы бы разум и сердечность были бы бок о бок, шли бы рука об руку с нами по нашей жизни. Поэтому, я думаю, что, конечно же, надо было вам просто устроить прекрасный вечер, беседу, поговорить, порассуждать, а как кажется вам, а как кажется вашей жене, а почему, допустим, вы правы, она не права, или наоборот, она права, а вы не правы. Но вот видите, повод для проявления всего самого хорошего христианского прощения, любви, снисхождения, смирения мы не использовали в этой ситуации. Есть повод, вот есть повод пойти, раскаяться, извиниться, попросить прощения и такого больше не повторять никогда в жизни. К слову сказать, тоже очень важная тема, Тарасий это озвучил, не говорили, не общались три дня, как-то вот, долго не общались. Дорогие друзья, есть очень хорошее правило, надо его, это правило использовать, практиковать. Написано это правило аж в Писании, написано, солнце не зайдет в гневе вашем. Да не зайдет солнце в гневе вашем. То есть, покуда солнце еще на небе и вот-вот заходит за горизонт, вы должны уже думать о примирении. Нельзя засыпать в состоянии ссоры, гнева, обиды и так далее. Возникает ситуация очень нехорошая. Ссора, находящаяся в нашем сердце, в нашем естестве, начинает как будто бы тлеть, как-то вот киснуть, понимаете, и делается утром не лучше, а хуже. Поэтому надо, чтобы верующая семья, там, или где верующий один в семье, пускай можно ругаться до 11, до часу, но надо переругаться, надо как-то вот дойти до точки кипения и потом уже примириться, да, попросить прощения и лечь, оба в мире спокойно спать после этого. Да, нельзя не общаться 3-4-5 дней. Это, вообще-то говоря, нехороший опыт. Да, поначалу, может быть, вам будет тяжело не общаться 3-4-5 дней, а потом будет нормально вообще не общаться 3-4-5 дней, а потом будет нормально не общаться месяц, а потом будет нормально не общаться год, а потом будет нормально вообще не общаться, развестись. Это, вообще-то говоря, упражнения в нехорошем деле. Это плохие упражнения, плохая тренировка. Не к тому тренировка это вами, вы в ней участвуете. Спасибо, Господи, Батюшка. Но, впрочем, такие ситуации бывают, конечно же, всегда, есть всегда возможность, покуда мы живы, извиниться, примириться, обняться и друг друга посыловать. Вот, Батюшка, легко, да, об этом говорить. А каким образом вот сделать вот этот перелом в своей душе, когда ощущаешь обиду? Помогает всегда молитва. Вот только начнешь молиться, первые слова и сразу понимаешь, что все, ты успокаиваешься и понимаешь, что ты был человеком хоть и правильно обиженным, но не очень правильно обижающимся. Может быть, какая-то была мера в обиде, тобой переедена какая-то граница, какая-то грань, была переедена, вот, какая-то мера. Вот поэтому, конечно же, ничего, кроме как молитва, сердечная, которая не читается по бумажке, а которая исходит из нашего сердца, вот, она помогает нам в любых ситуациях конфликтов в семье. Вот в семье молитва, она находится на первом месте в случае конфликта. Надо молиться. Помолился, попросил Бога прощения. Надо идти мириться, каяться или объяснять языком человека, а не зверя. Почему ты считаешь себя обиженным, чем ты недоволен? В чем предмет твоего какого-то такого негодования, праведного или неправедного? Два варианта. Нет такого правила, что нужно всегда каяться. Да вот, как бы меня не бежали, я верующий, я должен каяться всегда. Такого правила нет. Есть правило, как, либо извиняться в случае твоего личного какого-то фиаско, там, либо вины, либо просто объяснять, почему ты считаешь, что тебя неправедно обидели. Да, и вот такая вот прямая, трезвая, негневливая речь может творить чудеса. Да, твой оппонент, твой какой-то обидчик может понять, что, да, действительно, какая-то мной была допущена ошибка, да, я об этом не подумал. Итог всего этого примирения и прощения взаимные. Батюшка, ну, наверное, вы уже об этом сказали, важный момент, что мужчины и женщины, они на несколько разных языках говорят эмоции и разума, и часто ссора происходит не из-за того, что не были найдены нужные слова, а из-за того, что не были найдены нужные чувства. Да, еще есть очень важная вещь, разница в наших с женщинами таких вот конструкциях, конституциях разной языки любви. Есть книжка очень хорошая, называется «Пять языков любви», или просто «Языки любви», я не забыл, как называется. И там расписано, что у нас есть пять языков любви, да, у всех, и у всех они разные. Значит, это либо время, которое я посвящаю своему супругу, там, либо общение с ним, или подарки, или телесные прикосновения, физическая близость, или что-то еще там пятое забыл. Так вот, надо понять, какой язык любви у моего супруга. Вот я, допустим, дарю ему подарки, галстуки, а ему, может быть, надо поговорить, чтобы с ним поговорила я, там, либо что-то еще. Да, вот надо просто понять, какой язык любви у твоего супруга, потому что многие живут десятилетиями и об этом не знают. Да, итог всего этого, какое-то охлаждение, расхождение этих персон, вот, и, по сути, такая коррозия брачной жизни. Нехорошее явление. Спасибо, Господи, Батюшка. Программа наша, к сожалению, уже заканчивается. Да, вот что, так быстро, с ума сойти. Пролетел. Минутка, может быть, у нас осталась. И прошу вас благословить нас на прощание, и, может быть, еще сказать несколько слов. Да, дорогие братья и сестры, отношение Бога и нас описывается, как отношение отца и детей, отца и сына, отца и дочери. В этом отношении семейные какие-то наши связи имеют прямое отношение к нашему отношению с Небесным Творцом, с нашим Небесным Богом. Да, почему так устроено? Семейные связи, связи отца и сына, связи мужа и жены, связи внука и дедушки, бабушки, это нечто очень важное, очень ценное. И хорошо было бы, чтобы помощь нашего Господа и Бога, помощь Божьей Матери помогала бы нам быть примерными, хорошими, добрыми, сильными, праведными, теплыми родителями, сыновьями и супругами. Храни вас Господь и Божьей Матери в этом вашем семейном литургическом делании. Спасибо, Господи, Батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был сотрудник информационного отдела Санкт-Петербургской епархии и клирик собора в честь Федоровской иконы Божьей Матери, того, что находится в Санкт-Петербурге у Московского вокзала Ирей Алексей Волчков. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания, дорогие друзья. Санкт-Петербургская епархия Продолжение следует...